Здравствуйте! Если дачники и новички искренне считают, что работа на участке осенью быстро заканчивается, то бывалые цветоводы-садоводы и огородники прекрасно понимают, что под зиму нужно не только убирать урожай и приводить теплицы и грядки в порядок, но вполне еще можно успеть посеять многие культуры. Спасибо за поддержку лайками и комментариями, а мы продолжаем. Не удивляйтесь, именно подзимний посев многих цветов и овощей идет им только на пользу. Закаленные в зиму, весной такие растения обычно всходят раньше и дружнее других, меньше болеют, активнее растут, быстрее зацветают. А у дачника в свою очередь освобождается ценное весеннее время, чтобы потратить его на более актуальные садово-огородные дела, которые нельзя перенести на другое время. Лучше всего для подзимнего посева подходят регионы с теплыми и холодными зимами, но обязательно многоснежными. Хотя и в этом случае сеять семенами все культуры подряд именно осенью все же не стоит, нужно выбирать только те, чьи ростки способны выдержать легкие заморозки и устойчивы к вымоканию. К тому же вы заранее, пока стоит теплая погода, должны подготовить для них грядки и клумбы. Также стоит сеять семена чуть гуще, чем при весенней посадке, так вы обезопасите растение при условии совсем уж плохой погоды. Итак, какие однолетники хорошо переносят под зимний посев? Выбирайте. На самом деле астрой однолетней, китайской или садовой, в народе называют другое родственное настоящее астре растение, это коллистефус китайский. Он любим садоводами за неприхотливость, быстрый рост и отличное стояние в срезке. А особенно, за огромное количество сортов, различающихся размерами куста, всевозможной окраской, белые, лиловые, розовые, красные и двухцветные, также махровостью цветков и долготой цветения. Растение любит сухие солнечные участки с плодородной, хорошо дренированной почвой нейтральной кислотности. Важное условие посева коллистефуса в грунт, в прошлом сезоне на этом месте в предшественниках не должно быть астр, левкоев, гладиолусов, томатов и картофеля. Эшольция – это растение с тонким стеблем и нежными желто-оранжевыми лепестками, напоминающие мак и не зря, так как является его близким родственником и даже иногда именуется калифорнийским маком. Несмотря на свою внешнюю хрупкость, также отличный претендент для подзимнего посева в наших широтах. Эшольция образует ветвистые стелющиеся или компактные кустики высотой до 50 см. В отличие от исходного вида, сортовые растения могут быть не только с оранжевыми, но с розовыми и красными цветками, а также иметь махровые формы. Эшольция проста в выращивании, светолюбива, холодоустойчива и хорошо растет даже на сухих песчаных бедных почвах. Цветущий дельфиниум нельзя не заметить на участке, так высоко и берделиво вздымаются его яркие, крупные и очень нарядные соцветия кисти. Выведено множество декоративных сортов и гибридов живокости, это ботаническое наименование дельфиниума, которые различаются по окраске. Это белые, розовые, сиреневые, фиолетовые и размером и форме цветов и соцветий. Дельфиниум – растение ядовитое, все его части содержат опасные для здоровья человека алкалоиды. Дельфиниум сьют под зиму, на освещенных безветренных участках, на рыхлых некислых питательных почвах. Это влаголюбивое растение, которое однако не приемлет перелива. Флокс-друммонда – это однолетняя травянистая культура родом из Америки. Растение отличается обильным и долгим цветением, причем в культуру введено множество его форм, от карликовых до высокорослых. Отличающихся помимо этого параметра окраской звездообразных цветков – это кремовые, розовые, пурпурные, двухцветные и степенью их махровости. Флокс-друммонда предпочитает хорошо освещенные участки с рыхлой плодородной почвой, любит умеренный, но систематический полив, мульчирование и регулярные подкормки. Растение устойчиво к заморозкам, а при благоприятных условиях способно цвести с июня до сентября. Гадеция – это травянистый однолетник семейства кипрейные. У него тонкие, но крепкие стебли до 50 сантиметров высотой и простые сизо-зеленые листья, а цветки с нежными лепестками радуют богатством окраски. Это розовые, белые, оранжевые, красные и фиолетовые. Растение – это обильно цветущее, неприхотливое, хорошо переносит заморозки и резкие перепады температур, а вот переувлажнение не любит. Для посадки гадеции выбирайте солнечные места и плодородные почвы. Нигеллу дамасскую, также в народе именуют чернушкой, черным тмином или мускатным цветком, это растение семейства лютиковые. Ажурная перистая листва, аромат земляники и соцветия разнообразных расцветок, от бело-розового до насыщенно-синего. Еще это прекрасный медонос, а семена чернушки по всему миру добавляют при выпечке хлеба и ароматизации сладостей. Неприхотливая нигелла любит расти в хорошо освещенных участках, на легких почвах, а в регулярных подкормках, обильных поливах и мульчировании она не нуждается. Чаще всего в наших садах культивируют наиболее декоративную чернушку дамасскую. Космею неопытные цветоводы часто считают цветной ромашкой. И действительно многие ее садовые формы напоминают своими соцветиями корзинками именно этот цветок, только окрашенный иначе это желтые розовые и багровые тона. Однако помимо таких простых ромашковидных цветков, у разных видов и сортов космеи могут быть цветки и махровые, и двухцветные. Космея отличается длительным цветением и стойкостью в срезке, прекрасно вписывается в клумбы любого типа оформления. Она жизнестойкая и неприхотлива к условиям выращивания, для роста предпочитает хорошо освещенные участки, а вот к почвам не требовательно и весьма холодостойко. К тому же склонна к обильному самосеву. Разумеется это далеко не все летники, которые отлично переносят под зимний посев. Для этих целей вы также можете выбрать лавотеру, календулу, адонис, диморфотеку и агростему. Ну вот и все на сегодня. Все эти растения можно приобрести перейдя по ссылке в описании или в закрепленном комментарии под роликом. Также переходите по ссылкам на другие платформы с нашим каналом. Ссылки также найдете в описании под роликом. Спасибо за просмотр и до новых встреч.